Китайский космический аппарат Чан-Э-4 успешно приземлился на обратной стороне Луны. Это первая в истории человечества успешная мягкая посадка на темной стороне спутника Земли. Впервые обратная сторона Луны была сфотографирована советской станцией Луна-3 в 1959 году, а приземление не осуществлялось ни разу. Сложностью являлось то, что сигнал не имеет возможности дойти от Земли до обратной стороны Луны. Сделали очень простым образом. Они просто повесили еще один спутник, который, по большому счету, мог в прямой видимости иметь и вот этот зонд, и, соответственно, станцию на Земле. И через вот этот дополнительный спутник они как раз связь с модулем посадочным и осуществляли. На Луноходе установлены камеры – посадочная, панорамная и для съемки ландшафта. В состав научной аппаратуры зонда входят инфракрасный спектрометр, георадар, дозиметр, детектор нейтронов и другое оборудование. Это даст знание об эволюции Луны, потому что рассчитали так, что мягкая посадка этого зонда осуществлена в том районе, где породы не такие древние, как на всей оставшейся части Луны. Также в герметичном контейнере на темную сторону Луны были отправлены растения и яйца шелкопряда. Ученые хотят посмотреть, насколько реально создать в космическом аппарате замкнутую экосистему, где личинки вырабатывают углекислый газ, а растения преобразовывают его в кислород с помощью фотосинтеза. Разумеется, биологические эксперименты обязательно нужно ставить и искать способы, как же защитить будущие космические миссии. Пока человек дальше, чем прилететь на Луну, улететь и вращаться на обитаемой базе типа МКС или МИР, не может. Артем Тупичкин, Универ Ньюс.